Дональд Трамп Первичных выборах в Нью-Гэмшире за последние 43 года До него это удалось сделать Рональду Рейгану в 1980 году И почти 55% Трампа превосходит 50% Рейгана Ники Хейли получила чуть больше 43% голосов избирателей Это вторая победа скандального экс-президента в этом штате И тот факт, что Трамп смог победить и в Айове, и в Нью-Гэмшире Сам по себе достоин внимания Штаты очень разные, отличный электорат И победа означает, что гонка за выдвижение почти окончена Хотя Хейли еще не готова завершить свою кампанию Что, кстати, явно раздражает бывшего президента Я сказал, что возьму верх и скажу всем спасибо за победу Это замечательно, она одержана Но я также могу сказать, кто, черт возьми, эта самозванка Которая поднялась на сцену до этого и заявила о своей победе На самом деле она показала очень плохой результат А должна была победить Бывший губернатор заявляла, что она победит Что она должна победить А потом потерпела неудачу И теперь, наверное, злится больше, чем, скажем, я Но я не слишком сержусь Я даже наоборот Опросы показывают, что республиканская партия Остается партией Трампа Лояльность его электората непоколебима Несмотря на юридические и политические перипетии Консервативный популизм, лидеры республиканцев Отвечает запросам его избирателей Как и его внимание к таким проблемам Как и миграция, преступность и энергетика На популизм ставят и его сторонники Будущее республиканской партии принадлежит нам, народу И знаете что? Мы открыты Мы говорим разочарованным демократам, независимым и республиканцам Что мы должны объединиться как страна А Ники Хейли нужно поискать себя Она должна понять, что это больше не партия миллиардеров Из транснациональных корпораций Народ Нью-Гемпшира поднялся Я так горжусь жителями этого штата Я горжусь гражданами рабочего класса этой страны Но победа Трампа не остановила Ники Хейли Во всяком случае пока Хотя Нью-Гемпшир был ее лучшим шансом Встать на пути Трампа к номинации На пост президента от республиканской партии Ники Хейли потратила в Нью-Гемпшире Десятки миллионов долларов Ее кандидатуру поддержал губернатор-республиканец Крис Сунуну Но голосов независимых избирателей И значительной части молодежи И выпускников колледжа Оказалось недостаточно Чтобы одержать победу Я хочу поздравить Дональда Трампа С его очередной победой Он заслужил ее Я хочу это признать Вы все слышали разговоры политиков Они наперебой говорят, что эта гонка закончена Что ж, у меня есть новости для всех них Нью-Гемпшир первый в стране Он не последний Эта гонка еще далека от завершения Впереди еще десятки штатов Мне это очень нравится И следующий Мой любимый штат Южная Каролина В какой-то момент В этой кампании Нас было 14 человек И в опросах Мы занимали 2% Но я боец И сегодня мы получили Почти половину голосов Но возвращение Хейли в родной штат Может оказаться Не особенно теплым Трамп пользуется поддержкой Большей части Республиканского эстеблишмента Южной Каролины И лидирует в вопросах Общественного мнения Но даже если Хейли проиграет В полузабытой политиками Неваде 8 февраля И в Южной Каролине 24-го Ее поражение может обернуться Большей угрозой для республиканцев Более 70% американцев Не хотят повторения Дуэли Трамп-Байден А если она и случится То согласно опросам У лидера республиканцев Великие шансы Проиграть всеобщие выборы В ноябре Но не стоит тратить на него Так много времени Мы не мучаемся из-за него Мы организуем И Джо Байден Наш кандидат И он снова будет президентом И Камала Харрис Снова будет вице-президентом США Настало время Напряжение пришло Год выборов наступил Опрос консервативного телеканала Fox News Показал, что 32% тех Кто участвовал в республиканских праймерис В Нью-Гемшире Не станут голосовать за Трампа На всеобщих выборах Только 49% заявили Что являются сторонниками движения МАГА Трамп согласно опросу более либерального канала CBS Набирает 88% голосов Лишь среди ультраконсерваторов 66% среди практикующих христиан И избирателей без высшего образования Против 39 выпускников колледжей Среди же умеренных республиканцев Экс-президент выиграл Лишь 23% голосов Именно у последних двух групп Трампу и придется искать поддержки Если он хочет победить Байдена На всеобщих выборах в ноябре Где голосование может стать протестным Не в пользу скандального экс-президента О чем и трубит Хейли Пока же результаты первичных выборов В Нью-Гемшире приближают нас К сценарию 2020 года Трамп против Байдена Несмотря на то, что большинству американцев Такая перспектива совсем не нравится Сергей Нерубенко, Михаил Харченко Александр Ковалев, RTVI, New York Сейчас нам присоединяется Дэвид Биери Профессор школы внутренней международной политики Университета Вирджиния ТЭК Здравствуйте, господин Биери Я приветствую вас в нашем эфире На что, на ваш взгляд, рассчитывает Ники Хейли в Южной Каролине И почему никто не говорит о голосовании Республиканцев в Неваде Которое состоится уже 8 февраля Оно что-то вообще значит? Голосование в Неваде значит очень много И хорошо, что вы задали этот вопрос Как вы правильно рассказали В более ранней части вашего сегмента Действительно, уже фактически голоса Доносятся, что в 2024 году В выборах 2024 года Будут повторением выборов 2020 И здесь важно отметить, что для Ники Хейли Результаты Невады могут быть не такие Как ей хотелось бы В Южной Каролине Ее дела тоже не так сладкие Несмотря на то, что она была губернатором Этого штата В вопросах общественного мнения Она очень и очень низкая В Неваде, на самом деле, интересный момент в том Что там очень и очень разнообразная Демография Если Южная Каролина Поскольку Дональд Трамп Это политик, который играет эмоциями И раздражение Это часть спектра этих эмоций На которых он может выехать Много раз мы видели Трампа раздраженным И никак это не повредило его популярности Среди республиканцев Это никак ему не мешает Это просто часть его арсенала Как шоумена Насколько можно верить опросам И в частности заявлениям Ники Хейли Которых мы, в общем-то, уже коснулись немного Которые утверждают, что проигрыш Трампа Байдену почти гарантирован Вот в случае повторения того самого сценария 2020 года Что ж, у меня опять же нету Кристального шара, в котором предсказывается будущее Но, честно говоря, что-то мне подсказывает Что американцы хотели бы что-то поинтереснее Чем сиквел 2020-х выборов Но забывать не стоит Все-таки, что Дональд Трамп, конечно Бывший президент И, как правило Республиканец, который уже был президентом На выборах, на которых он участвует Является главным блюдом А все остальные кандидаты Это закуски и соусы Таким образом Ники Хейли может сколько угодно Изображать из себя Важную шишку Но, опять же Это просто Пыль в глаза И вообще На самом деле Байдену стоит благодарить коронавируса За то, что Все так сложилось Потому что, если бы не пандемия То Трамп вполне мог бы оказаться во втором сроке И Ники Хейли спасет только нечто подобное А вот если Трамп все-таки станет президентом Как вы считаете, он пригласит проигравшую Хейли в свою администрацию? Согласится ли она? И вот кем она станет при главном блюде? Чем, вернее, закуской или соусом? Сейчас можно гадать сколько угодно Много еще может произойти Спекулировать, конечно, интересно и замечательно Можно представить даже, что Дональд Трамп пригласит Десантиса к себе в администрацию Все-таки Давайте не будем забывать о том Что против Дональда Трампа 92 уголовных дела было заведено за всю его жизнь За различные моменты Так что, наверное Наверное, американцы не хотели бы Чтобы такой человек отражал Интересы их страны В 2024 году есть еще один момент О котором многие сбывают Это то, что экономика на самом деле Себя чувствует не так плохо И, как вы понимаете, люди голосуют кошельком Так что Даже если Дональд Трамп попадет На бюллетени Общих выборов Это не значит, что у него Шансы большие Поскольку Байден Может выехать на экономики Ну и, опять же Как вы правильно отметили В своем сюжете Мало кому хочется Увидеть это повторение 2020 года Но, к сожалению Такое ощущение, что оно все-таки Неизбежно, это повторение Спасибо вам большое Дэвид Биери был с нами Профессор школы внутренней и международной политики Университета Вирджиния ТЭК Продолжение следует...